всех вас приветствую знаете я обратила внимание сколько на улице ходит бездомных кошечек собачек и вспомнилась мне одна история однажды у моей хорошей знакомой она держит ветеринарную клинику потерялся ее породистый котик по кличке тимофей ну лариса просто не находила себе места очень сильно горевала конечно не из-за финансовых утрат вот а из-за того что пропал ее любимый котик ну очень она его любила из того дня как тимошечка куда-то пропал прошла целая неделя она и в приютах для животных его поискала не было его там лариса обегала все подворотни вы знаете даже проверила подъезды соседних домов и местным дворникам даже денег дала чтобы они осмотрели подвалы конечно все было бесполезно кота она нигде не могла найти и вот почти отчаявшись лариска взяла и расклеила по всему району объявления с номером телефона и фотографии своего тимоши и вы знаете и вот буквально на следующий день у нее раздался телефонный звонок здравствуйте лариса ваш кот у меня но произнес в трубку какой-то хриплый такой мужской голос лариска вообще даже не поняла говорит здравствуйте а кто вы а как с вами встретиться она вообще не могла поверить своему счастью а он ей отвечает подходите к теплотрассе что у пятого дома на улице уральской ничего себе на она жила вообще на другом конце города ну конечно она сломя голову бросилась на эту улицу нашла это место приехала и увидела как ее тимоха уплетает консервы из одноразовой миски а рядом с котом сидел мужчина тимошечка она ему говорит где ты пропадал а кот кстати ухом не повел лара говорит а что это у тебя ты что поранился и она взметила у кота на лапке свежую рану но она была тщательно обработана и зашита а мужчина говорит да его собаки местные погрызли я его здесь у теплотрассы нашел лариса говорит а кто ж ему рану зашил а он говорит ну так я и зашил ну жалко котика стала когда увидел что она на него так как-то удивленно посмотрела и говорит да вы не переживайте я по образованию ветеринар ну просто жизнь так сложилось я остался без дома он как-то так виновата улыбнулся и показал рукой на эту теплотрассу она говорит вы что ветеринар он говорит ну да у меня диплом есть ну правда потрепанный весть ну а что толку от него все по одежке встречает лариса вообще говорит ну а зашили то вы его как ну откуда медикаменты ну он конечно улыбнулся и говорит да вы не переживайте все сделано как надо ну ну было у меня немного денег купил и перекись и обезболивающе ну правда в полевых условиях пришлось работать но ничего все в порядке но она оставшиеся деньги корма ему взял ну видно же что кот породистый голодать не привык а лариса говорит но как же вы меня нашли а он ну так как же ну на каждом углу объявлении висит с физиономии этого красавца и вашим номером телефона вот я и позвонил вот он достал из кармана свой старый кнопочный телефончик показал ей она говорит ну так получается вы знали что кот породистый и стоит дорого ну почему же вы не продали его а позвонили мне да еще потратили на тимушку все свои сбережения ну вообще как-то на вот удивилась а он говорит ну как зачем же продавать если у него хозяйка есть я то уж точно знаю как плохо бывает когда потеряешь свой дом и по вам он наверняка скучает нет ну что вы ну каждый должен жить своей семье и вот что я вам скажу вот после той истории прошло несколько месяцев и в этой ветеринарной клинике в которой руководит вот вот работает моя вот эта знакомая лариса теперь у нее работает новый специалист как вы думаете кто ухоженный импозантный мужчина ветеринар у которого оказывается золотые руки когда тимоша нашелся лариса решила не платить этому бомжу вознаграждение а серьезно взялась за его судьбу она помогла мужчине снять квартиру устроила на работу свою клинику и еще кстати ни разу не пожалела об этом и вот вам очередной пример того что все добро делаемое нами к нам же и возвращается но только то добро которое мы совершаем без тайных умыслов от чистого сердца сердца